И снова я посвящаю мое новое видео каланхоя, одному из самых популярных домашних цветов, которые можно увидеть практически на каждом подоконнике. Цветок очень красивый и благодарный. Он легко откликается на заботу и цветет очень долго, в течение нескольких месяцев. Так почему же он у вас не цветет? Вот в чем вопрос. Так вот сегодня я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы он зацвел. Я рада видеть вас снова на моем канале о цветах. Это Светлана. И весь секрет цветения каланхоя, как и любого другого растения, заключается в правильности ухода за ним. То есть, если все условия ухода за этим растением соблюдены и ему все нравится, то каланхоя обязательно зацветет. Но прежде чем перейти к условиям ухода, хочу сказать, что цветение также зависит и от сорта каланхоя. И я покажу вам это на примере вот этих двух моих каланхоя. Оба цветка были посажены отростками в одно и то же время, чуть меньше года назад. Но обратите внимание, при одинаковых условиях ухода розовая каланхоя обильно пошла в цвет, а желтая каланхоя только-только выпустила совсем немного цветочных стрелок. То есть, что я хочу сказать, что если у вас подобная ситуация, и вы посадили каланхоя отростками, то вполне может быть, что в первый год ваш цветок едва зацветет. Либо он может зацвестить чуть позже, или же он может вообще не зацвести. Это зависит от того, успел ли он набрать зеленую массу, и успел ли он сам набраться сил, необходимых ему для цветения. И это уже зависит непосредственно от тех условий ухода, которые вы ему создаете. Но помимо этого, это еще и зависит от сорта каланхоя, потому что период цветения может варьироваться, и он вполне у вас может зацвести в последний месяц зимы. Хотя обычный период цветения у каланхоя с конца осени по середину весны. Но опять же, это усредненные сроки. И мой желтый каланхоя, например, цветет по-разному. Он может зацвести в конце осени, либо же в середине зимы, как вы видите. Но это не критично. Цветок – это живой организм, и он сам знает, когда ему зацвести. Но вне зависимости, какой у вас сорт каланхоя, чтобы он зацвел, нужно правильно соблюдать условия ухода. Так давайте же рассмотрим, какие условия ухода ему необходимы. Условие первое – это освещение. И сразу скажу, что вопрос освещения очень важный. Особенно сейчас, когда в это время года световой день очень короткий. Но помимо этого, количество света должно быть еще и достаточным. Иначе листья его станут бледнеть, побеги начнут вытягиваться, а нижние листья его облетят. Ну, о каком-то цветении может идти речь. Даже если он и выкинет цветочную стрелку, то эта цветочная стрелка будет единичной, цветов на ней будет мало, а само цветение будет коротким. Но если на цветок будут попадать солнечные лучи, то этому он будет очень рад. Поэтому по возможности переставьте горшок с цветком на самое солнечное место. И хоть каланхоя и не капризный цветок, однако получать такие солнечные ванны ему больше нравится в первой половине дня. И это я определила своим опытным путем. И раз речь зашла о месте, то второе условие ухода это температурный режим. Дело в том, что каланхоя не любит перепадов температуры. Самая оптимальная для него температура днем это температура от 20 до 25 градусов Цельсия с максимумом 27 градусов Цельсия. И ночью температура не должна опускаться ниже 15-16 градусов Цельсия. В случае, если температура выше 27 градусов Цельсия, то цветок потребляет больше влаги, но освоить он ее не может. Вследствие этого могут возникнуть различные заболевания. Если же температура ниже 15-16 градусов Цельсия, то все процессы в каланхоя замедляются. А так как обычно это случается зимой, а зимой это период цветения каланхоя, то есть пик жизненного цикла, то такое замедление сказывается на нем очень негативно. Цикл ломается, и растение начинает болеть. Поэтому температурный режим для каланхоя очень важен. А также, как я сказала ранее, каланхоя не любит перепадов температур. И поэтому проверьте, пожалуйста, не стоит ли ваш каланхоя на сквозняке, не дует ли на него холодом от окна, и не стоит ли горшок с каланхоей рядом с отопительными приборами. В связи с этим меня как-то однажды спросили, а что делать, если все горшки с цветами стоят на подоконниках, а под каждым подоконником стоит батарея отопления. Так вот, батарею отопления можно слегка и прикрыть. И в таком случае поток воздуха не будет таким сильным и не будет таким горячим. И следующее очень важное условие ухода это полив. Почему это условие очень важное? Потому что время цветения каланхоя это зимнее время года. А в это время года не нужно поливать цветок так же часто и так же обильно, как летом. Окружающая температура воздуха прохладнее, и поэтому испарение влаги из горшка идет не так быстро, как летом. Если же вода в горшке застаивается, а с каждым поливом ее становится все больше, то это приводит к заболеванию корневой системы, через которую растение питается. А если нет питания, то нет и жизни. И растение может не просто заболеть, но и умереть. И чтобы правильно поливать, соблюдайте правило одного сантиметра. То есть поливайте только тогда, когда верхний слой грунта в горшке просохнет на глубину одного сантиметра. А для этого просто погрузите свой пальчик в грунт, и тогда поймете, нужно поливать или нет. И помните, что каланхоя это суккуленты, то есть растение, которое накапливает влагу в своих листьях. Поэтому лучше не долить, чем перелить. И при этом, если возникнет недостаток влаги, то он легко может компенсировать этот недостаток и своих листьев. На самом деле, есть очень много тонкостей по поливу. Это и как поливать, и когда лучше поливать, и чем лучше поливать. Но все эти тонкости я не буду повторять, потому что на эту тему у меня есть отдельное видео, которое я рекомендую вам посмотреть. И ссылку на это видео я оставлю в описании. И следующее условие ухода это подкормки. Так как сейчас речь идет о цветении, то каланхои, конечно же, нужно обязательно подкармливать. Цветок должен получать сбалансированное питание со всеми необходимыми ему элементами. Такое удобрение можно купить в цветочном магазине с надписью для каланхоя, либо же с надписью для суккулентов. Вы же помните, что каланхои это суккулент. Если в магазине нет ни того, ни другого, то можно купить минеральное удобрение с надписью для декоративно цветущих комнатных растений. Такие удобрения богаты калием и фосфором, как раз и необходимы для цветения. Во время цветения это и есть все условия ухода. Но если смотреть немного шире, то есть смотреть на полный цикл, на полный жизненный цикл растения, то сюда можно включить и обрезку после цветения, пересадку, просто обрезку и размножение. Но об этом у меня есть отдельное видео. И ссылку на них я оставлю в описании. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще много интересного о цветах и не только. До свидания.